Ну что же, гэл-гэл, я пошел. Спасибо за комментирование. Удачи. Это у нас игра Curious Entity Ranger. Как вы могли догадаться, это, короче, японский прообраз телешоу Mighty Morphin Power Ranger. Именно вот с этого шоу, короче, был взят в основном. Ну, то есть они, короче, купили лицензию, взяли большую часть футажей, то есть все вот эти бои, злодеи, они, в принципе, перекочевали. Вот тут можно видеть очень ехидное лицо. Это была злая королева Рита, кажется. Да. В японской версии она Ведьма Пандора. Вот, в английской Рита Репутса. В принципе, не особо меняется. Опа! АКЛМ отвалился, кстати, немного. И привалился. Вначале у нас бластер есть. Кажется, пистолеты есть у всех рейнджеров, и у каждого рейнджера также есть еще одно специальное оружие. Проходим, оно разблокируется дальше. Видимо, у желтого рейнджера это двойные ножи. Да, можно с двух рубить. Такие. Хорошая штука. Хитбокс, правда, очень, не очень. Приходится в прыжке вот первый босс. Просто аккуратненько прыгаем и подрезаем ему лицо. На этом уровне еще был один очень точный прыжок, который прям, вообще, вы очень аккуратный. Стипой, правда, мало, но... Можно зарубить, вот, экран, на котором рейнджеры его добивают из-за палета. Вот, и так дальше мы будем последовательно ходить, играть за всех рейнджеров по очереди. И это, кстати, мудрец из японского шоу на экране, как его... Мистический мудрец-борза. Да, он, типа, альтернатива Зордану из японской версии. В принципе, тут достаточно просто проходить, просто приседать, прыгать, стрелять. Лава не особо много дамажит. Переходим на следующий уровень, и нам прокачивают оружие. Ну, тут еще всякие монетки, мы их особо стараемся не подбирать, потому что они могут дать нам анимацию в конце, бонусную, которая нам не нужна. Да, если собрать все вот эти оранжевые сферы, мы как раз-таки увидим животных, мех в виде животных, принадлежащих каждому рейнджеру. Хороший басмайк. Просто расстрел. Ну, как, в принципе, и весь этот ран он всего-то, 6 лишних минут. Так что сейчас просто пробежимся по всем персонажам и закончим его. Все это в целом игра достаточно небольшая, и уровней немного. По рейнджеру на уровень. Ну, сейчас у нас копье будет. Он не смог сделать прыжок на лифт. Не попал в цикл. Но он восстановился. Продолжил бег. Кстати, этот ранер, он, собственно, недавно составил туториал по этой игре. Три месяца назад, что ли, он появился на спидранкоме, и обычно это хороший повод, так сказать, подать игру на марафон. Очень много игр на ГДК попадают чисто под предлогом. Вот мы, ребята, гайд сделали, сейчас вам покажем, а дальше сами бегайте. Питро. Вот тут. Мосс. Сидящий на потолке, просто прыгаем и бьем в определенное место. Если вы когда-нибудь охотились на олене с рогатиной, вам это может быть знакомо, разве что этот олень только на потолке сидит. Очень странная аналогия, ладно. Забавно это представить. Мне нравится эта картинка с Ритта, она максимально коварная здесь. Мне она кажется немного безумной. Ну и следующий уровень, когда скиграем за черного рейнджера, и у него секира. Который еще и в бластер трансформируется в сериале. Это невероятно крутое оружие. И финальным боссом на этом уровне будет один из помощников Ритта. В японской версии он Грифорзер назывался, а в английской это Лид Голдер или как-то. Да, Голдер. Вот он, красавец, в золотой броне. Да, в чете подсказывают Голдер. Или Голдер. Голдер, Голдер. В принципе, да, все вот эти, ну, основная часть злодеев, вот они все перекочевали в английский сериал, там, в принципе. Очень много кадров взято из японских, японских футажей. Просто вклеили их и подставили там других актеров на школьные сцены. Еще несколько... По-моему, все-таки у рейнера не получится взять ПБ. Да. Несколько лет назад еще перезапуск вот этого американского... Сериала? Ну, там кино выходило, короче. А? Там такой софт-ребут, даже не очень кринжовый. Мне понравился. На это уже удивительно. Кстати, ребят, пишите в чат, кто ваш любимый рейнджер. Только не пишите зеленый, это слишком легко будет. Он слишком хорош. Стрим должен быть. Вот и файт с амуритой. Да, кстати. Урит еще лицо больше в этой сцене. Варежка прям так просит пирожка. 7.20. Отличная победа. Все. Да, что-то у раннера, конечно, неполадки по кадрам были на протяжении всего рана, что крайне печально, потому что ранн очень короткий. Ну, на то можно посмотреть на эти картинки из игры. Все-таки тяжело такие марафоны составлять с полным онлайном. Часто у многих раннеров переблось интернетом. Достаточно вспомнить диагоны, которые там постоянно генератор завозят на спидра, на слай. Надеюсь, в этот раз тоже будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.